Италия – чрезвычайно красивая и богатая на пейзажи и достопримечательности страна. В ней есть множество городов и деревень, в которых можно хорошо отдохнуть. Путевки и туры сюда являются очень популярными и привлекают миллионы туристов. Одной из самых красивых деревень страны является Позитона. В провинции Солерна региона компания расположена небольшая деревня под названием Позитона, в английской транскрипции пишется Позитона, Италия. Численность населения деревни составляет всего 4000 человек, которые расположились на 8 квадратных километрах. Разговорный язык в регионе – итальянский. Компания – морская курортная зона, расположенная на побережье Терренского моря. Согласно легендам, населенный пункт на этом месте был основан богом морей – Посейдоном. Предание гласит, что его настолько восхитила красота нимфы Позитеи, что он назвал в ее честь деревню. Место пользовалось популярностью уже в первом веке нашей эры, когда богатые римляне присмотрели здесь участки для строительства вилл. Во время Римской империи населенный пункт активно развивался, здесь работала судостроительная верфь. После падения империи город постепенно приходил в упадок, пока в XIII веке не начался новый расцвет. Здесь стали активно возводить виллы в модном тогда стиле барокко, некоторые из них в хорошем состоянии сохранились до сих пор. Сейчас Позитона – очень популярное и красивое туристическое место, богатое на пляжи и достопримечательности. Позитона расположена на побережье Терренского моря и имеет морской субтропический тип климата. Период с начала мая до октября относительно жаркий, а зимы достаточно мягкие и теплые. Температура практически не опускается ниже нулевой отметки. Осадков выпадает немного. Основная их масса приходится на конец года. Калабрия Италия – достопримечательности отдых средняя температура и количество осадков по месяцам. Январь – 9,1 градуса Цельсия, 95 мм. Февраль – 9,5 градусов Цельсия, 89,8 мм. Март – 11,5 градусов Цельсия, 98,9 мм. Апрель – 14,5 градусов Цельсия, 91,2 мм. Май – 17,8 градуса Цельсия, 76,4 мм. Июнь – 23,8 градуса Цельсия, 48,3 мм. Июль – 26,2 градуса Цельсия, 24,4 мм. Август – 26,6 градуса Цельсия, 58,9 мм. Сентябрь – 20,5 градуса Цельсия, 75,6 мм. Октябрь – 17,5 градусов Цельсия, 110,3 мм. Ноябрь – 12,6 градуса Цельсия, 142,3 мм. Декабрь – 10,1 градуса Цельсия, 125,6 мм. Обратите внимание, лучшим временем для того, чтобы поехать отдыхать в Позитоно, является период с конца апреля до конца сентября, когда море прогрета и температура позволяет посещать пляж и купаться. Просто для ознакомления с городом и достопримечательностями подойдет и ранняя весна, а также осень. Верона Италия – достопримечательности, отдых, погода, транспортная и туристическая инфраструктура региона очень хорошо развиты. Добраться до Позитоно из любого города Италии напрямую или с пересадкой не составит труда. Ближайшим к Позитоно аэропортам является Неаполь, куда и прибывают почти все туристы и путешественники. Далее до города можно добраться следующими способами. Автобус. Автобусная сеть страны очень обширная, позволяет легко перемещаться из одного региона в другой относительно недорого. Из минусов автобусного сообщения можно выделить большое количество времени, которое уходит на поездку, это связано с длинными расстояниями между пунктами. Напрямую добраться из Неаполя не выйдет, придется сделать пересадку в городе Соренто. Аренда автомобиля. В аэропорту Неаполя и самом городе есть много компаний, предоставляющих в аренду авто. Можно обратиться в любую и арендовать необходимые автомобили и напрямую комфортно добраться до деревни. Из минусов личного автомобиля можно выделить сложность в перемещении по Позитоно. По городу можно передвигаться на такси или самом подходящем виде передвижения – велосипеде, который можно здесь же легко арендовать. Тропея Италия Отдых, пляжи, достопримечательности деревня богата на различные памятники истории и архитектуры и предлагает туристам много интересного. Позитоно в Италии – достопримечательности, которые понравятся каждому посетившему туристу и путешественнику, их описание – Виа Кристофора Колумба и район на вершине Пунта Ригенелла. Представляет собой очень интересное и живописное место. Это самая высокая точка города, позволяет насладиться прекрасными видами и пейзажами. Здесь можно посмотреть старинные виллы и особняки, которые были построены в средние века. Это очень красивое и уютное место для пеших прогулок на свежем воздухе. Отсюда можно сделать самые лучшие кадры любителям фотографий. Ботанический сад и дворец Джааккина Мурата. Это красивейшее место во всей деревне, которое представляет собой средневековый дворец знатного человека и ботанический сад с экзотическими растениями. В данный момент дворец является известной и популярной гостиницей. На площади неподалеку любят устраивать выставки местные художники. Здесь же можно приобрести их картины или заказать работы на свой вкус. Церковь Санта Мария Ассунта. Знаковое для всех верующих и местных жителей место. Церковь была построена в XIII веке, видна практически из любой панорамной точки города. Имеет очень красивый и разноцветно украшенный купол. Внутри находится почитаемая византийская святыня в виде черной Мадонны и младенца. Этот образ является символом города и по легенде его вынесла волнами к берегу Позитона. С тех пор она считается покровительницей деревни. Архипелаг Лаогали. Гомер описывал в «Одиссеи», что именно здесь обитали сладкоголосые нимфы. Архипелаг состоит из трех небольших островов, был выкуплен в 1924 году известным русским танцовщиком Леонидом Мессиным. Неподалеку находится небольшой город Прайана, откуда начинается известная «тропа богов», которая открывает красивейшие пейзажи этих мест. После покупки русским танцовщиком этого архипелага за ним закрепилось название «Русский». После смерти великого маэстро архипелаг выкупил другой известный русский танцовщик – Рудольф Нуреев. В 90-х годах архипелага вилла была выкуплена местным гостиничным бизнесменом, в здании был создан пятизвездочный отель. Среди основных занятий, за которыми в Позитона приезжают туристы и путешественники, можно назвать пляжный отдых. Поскольку населенный пункт огорожен горами от сильных ветров и штормов, то его отличает теплая летняя погода и длительный пляжный сезон, который может продолжаться до средины ноября. Летом вода прогревается до 27 градусов по Цельсию, что позволяет отлично проводить время на пляже, купаться и загорать всей семьей. Важно, все пляжи поблизости от деревни покрыты мелким черным вулканическим песком, что выгодно выделяет Позитона из общего списка других курортов Италии. Среди пляжей деревни можно отметить следующий, центральный, или большой пляж Позитона. Это самый большой по размерам и посещаемости пляж поблизости. Он полностью оборудован всем необходимым, есть спасательный пост. За отдельную плату можно взять на прокат шезлонг и зонт. Лас-Пиаггия-Ди-Форниля представляет собой второй пляж города. Он немного уступает размерами центральному, однако более тихий и спокойный, идеально подойдет для семей с детьми. Расположен он неподалеку от главного и до него можно легко добраться пешком. Популярны в Позитона и такие виды отдыха и развлечений, как шоппинг, водные виды спорта. В соседних городах Прайана и Соренто находится множество ночных клубов и баров, где гуляния продолжаются всю ночь. Популярная сеть магазинов «Мода Позитона» очень понравится любителям шоппинга. Это популярная по всему миру сеть магазинов одежды, однако только здесь цены самые низкие. На улицах деревни расположено множество магазинов и сувенирных лавок, где можно приобрести подарки родным и близким. На карте Италии Позитона находится на небольшом полуострове в юго-восточной части страны. Это небольшая деревня или коммуна в регионе под названием «Компания». Среди полезной информации, интересной посещающим туристам, и фактов Позитона можно выделить следующее. Покровителями коммуны считаются Святой Вит и Черная Мадонна. Каждый год 15 августа в их честь местными жителями устраиваются праздники и карнавалы на улицах деревни. Здесь любили проводить время многие известные люди, среди которых режиссер Франко Дзефирелли и пианист Вильгельм Кемпев. Тут находится вилла, которая принадлежит Софи Лорен. В одном из кафе или ресторанов рекомендуется попробовать местные свежие морепродукты или знаменитое блюдо – лимонный тирамису. Позитона является визитной карточкой не только региона, но и всей Италии. Именно эта деревня изображена на множестве обложек журналов и путеводителей для туристов и путешественников. Сюда обязательно стоит поехать и полюбоваться красотой и природой этой деревни, а развитая инфраструктура Италии позволит легко добраться до места.